Итак, струны. Друзья, очень важно своевременно и правильно менять струны, потому что если вы купили гитару, это не значит, что их не нужно менять вообще, что они простоят бесконечное количество времени. У них есть срок службы. Это, конечно, зависит от разного типа струн, от производителя. И бывают струны без покрытия, бывают с покрытием, они все по-разному служат. Но срок службы у них ограничен, у любых струн. Поэтому если вы не меняли струны на гитаре год, значит, ну точно там какие-то проблемы будут. Во-первых, как понять, что пора менять струны на инструменте? И зачем вообще это делать? В первую очередь, зачем? Если струны у вас на инструменте стоят очень давно, скорее всего, у вас инструмент может даже из-за этого неправильно строить. Во-вторых, он будет неправильно звучать, звук будет гораздо более глухим. И чтобы понять, когда пора уже менять струны, во-первых, они могут поменять свой цвет. То есть они вместо того, чтобы быть светлыми и яркими, они темнеют, потому что они окисляются. Даже если вы поставили комплект струн свежий и не играли на инструменте, скажем так, долгое количество времени, например, вообще два месяца гитару или три месяца гитару не трогали, это не значит, что они у вас будут звучать так же, как вы их поставили там пять минут спустя, правильно? Потому что в любом случае струны окисляются, они теряют свои свойства. Тем более, если вы играете на инструменте, все, что у нас идет с рук, это пот, жир и прочая грязь, все, что у нас есть на руках, оно попадает на струны. Струны из-за этого окисляются, они теряют свой звук. Он становится более глухим и матовым. То есть, если вы услышите, что ваши струны потеряли яркость в звуке, это значит просто уже пора менять струны. Лично я рекомендую научиться это делать самостоятельно, потому что вы сэкономите свое время на то, чтобы ездить куда-то, либо к кому-то, чтобы вам это сделали. Струны на гитаре я советую менять почаще. Я, например, на своем инструменте я использую струны без покрытий. Я их меняю примерно раз в полтора, либо в месяц, где-то вот так вот, раз в месяц-полтора. Но это тоже может быть очень по-разному, потому что у всех у нас по-разному потеют руки. Это зависит еще от, не знаю, как называется, но в общем это какие-то химические реакции в организме. У всех людей они разные происходят. Есть люди, я видел, которые берут инструмент в руки, играют в нем 5 минут, и после этого человека струны уже становятся полностью мертвыми. То есть, такому человеку нужно играть на струнах с покрытиями обязательно всегда. И это может еще зависеть от ситуации, в которой вы находитесь. Я, например, как-то записывал партию гитары акустической на студии, я жутко волновался, у меня сильно потели руки, и комплект у меня сел буквально за пару часов. Его уже нужно было менять. Он стал негодным, потому что было лето, жарко, я переволновался, руки вспотели, я на нем поиграл. Все, струны стали негодными абсолютно. Зимой, как правило, когда я, например, занимаюсь дома, и ситуация по минимуму стрессовая, поэтому они у меня служат значительно дольше. Лично для меня это срок примерно месяц-полтора. Я, опять же говорю, играю на струнах без покрытия. Итак, если вы услышали, что ваши струны стали более глухими по звуку, они поменяли цвет, то есть они стали более темными, причем в некоторых местах это сразу заметно. Как правило, вот в этой части, сразу же за грифом, мы можем заметить, что струны всегда остаются первоначального цвета, а в области, в рабочей, они меняют цвет. И на этом контрасте вы сразу определите, что струны уже имеют изношенность. Лично я обожаю менять струны и всегда стараюсь заниматься своим инструментом абсолютно самостоятельно. Поэтому я советую начать вообще весь этот процесс с того, чтобы включить любимую музыку. Сейчас она появится моя. Сейчас. Оп. Вот так. Все. Теперь можно менять струны. Итак, поехали. Мы меняем струны в домашних условиях. То есть у нас минимальный набор инструментов. Все, что нам для этого потребуется, собственно, наша гитара, свежий комплект струн и кусачки. Все, у нас больше ничего нету. Все это, в принципе, можно найти дома. Первое, что мы делаем, мы расслабляем струны и скручиваем их полностью. Начинаем, можно начинать с какой угодно струны. Я обычно это начинаю делать с шестой струны. Конечно, удобнее пользоваться различными вертушками для того, чтобы ускорить этот процесс. Но мы все это делаем в домашних условиях. Представляем, что у нас вообще ничего нет под руками, кроме наших рук, кусачек и струн. Поочередно снимаем каждую струну. Когда меняете струны, старайтесь вообще близко не подносить глаза к всему, что происходит здесь. Потому что струны могут лопаться, и чтобы не травмироваться, лучше глаза держать подальше всего того, что здесь происходит. Итак, мы скрутили все струны, абсолютно все шесть штук. Дальше нам нужно их вытащить из подставки. Они крепятся все пинами. И бывают специальные приспособления, которые помогают нам вытащить пины. Иногда их можно вытащить пальцами, но в данном случае они сидят очень плотно. Сделать это пальцами невозможно. Для этого существуют специальные еще прихватки, которые помогают нам это сделать. Но опять же, мы в домашних условиях, у нас ничего под рукой другого нет. Как это сделать? Делать это можно следующим образом. Мы берем наши кусачки и просто снизу подсаживаем каждый пин наружу. Таким вот образом. Делаем это с каждым абсолютно пином. Они легко выходят. Иногда, кстати говоря, очень непросто это сделать снаружи. И если у вас нет для этого специального инструмента, вы можете повредить и вашу подставку. Могут остаться следы, если бы я делал, например, снаружи какими-то кусачками. То есть могут сами пины повредиться. Если я буду просто их вынимать плоскогубцами, то пины будут обкусаны. То есть они будут обжаты плоскогубцами. Они будут выглядеть некрасиво. И мы можем поцарапать и помять нашу подставку. Поэтому если нет специального устройства для того, чтобы вытаскивать пины снаружи, можно их просто подсадить вот таким же образом снизу. Это безопасно для подставки. И это очень легко сделать, если у вас под рукой ничего нету, кроме кусачек. Кусачки будут нужны обязательно. Покажу сейчас для чего. Так, вот еще один пин у нас сидит очень прочно. Ну, я смог. Советую сразу взять и скрутить все старые струны вместе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы струна потом случайно, незаметно не оказалась на полу. И мы на нее не наступили. Потому что это будет крайне неприятно. Поэтому просто берем, таким образом старые струны скручиваем. Нам они больше не нужны. Все, и можно их уже выкинуть. Они нам больше не потребуются. И далее начинается самая интересная часть. Как вообще правильно ставить струны. Достаем свежий комплект. По поводу калибра струн сразу хочется сделать оговорку. Потому что у нас часто спрашивают, когда люди приходят к нам в магазин, какой вообще калибр посоветуйте, что нужно ставить на акустическую гитару. Большинство производителей на фабриках ставят на акустические гитары калибр 12-й номер. Либо 12-52, либо 12-53, 12-54 в зависимости от производителя. Но, как правило, это 12-й номер. Бывают исключения, когда на инструменты ставится 11-й калибр. Но, как правило, это могут быть какие-то старомодные инструменты, типа парлоров, у которых более тонкие деки. И они не рассчитаны на натяжение толстых струн, на натяжение нормального калибра. То есть 12-го номера он считается, в принципе, таким стандартным, средним. На все же остальные гитары, тем более дредноуты, джамбо, ОМ, как в данном случае, аудиториумы, гранд-оркестры, как правило, ставится 12-й калибр. Почему? Он ставится для того, чтобы инструмент максимально открытый и насыщенно звучал. Если, например, на акустическую гитару поставить 9-й, либо 10-й калибр струн, инструмент сразу потеряет в громкости, в насыщенности звука. Гитара будет звучать более тихо, и она будет меньше резонировать и отдавать звук. Поэтому особенно это очень актуально для гитар из цельного дерева. Чтобы заставить корпус инструмента резонировать и по максимуму отдавать звук, лучше всего ставить 12-й калибр. Они бывают разные, разные сплавы. Бронза, фосфор, бронза, бывают никелевые сплавы. Опять же, выбор этот может быть очень индивидуальным. Поэтому я вам советую попробовать все. Потому что я, например, перепробовал большое количество струн, и я точно знаю, что лучше всего будет работать именно для меня и моей гитары. Но это далеко не факт, что это будет на 100% подходить вам. Поэтому я советую вам попробовать как можно больше разных струн. Советую попробовать вам разные калибры. Если вы не верите мне на слово, и протестировать самостоятельно. Но из своего опыта скажу, что, например, для гитары, в данном случае у нас ОМ с верхней декой из ситхинской ели. Лучше всего сюда, на мой взгляд, поставить 12-й номер, именно фосфор-бронзу. Струны с фосфорной бронзой, они дают чуть более мягкий звук, например, по сравнению с бронзовыми струнами. Я вот недавно на свой дредноут поставил 12-й струны, но с бронзой. У меня верхняя дека тоже из ситхинской ели. И гитара получила очень много высоких частот. Она стала слишком яркой, что даже, например, я понял, что все-таки это, на мой лично вкус, это не работает. То есть, слишком много верха, на мой взгляд, это не очень приятно звучит. Для моего уха, опять же, это тоже очень индивидуально. А фосфорная бронза, она дает более мягкий звук, и это как бы компенсирует яркость, которую дает ситхинская ель. Фосфорная бронза ее немножко компенсирует, и мы получаем такой баланс между яркостью и мягкостью. То есть, на мой взгляд, это лучшее сочетание. И, кстати, если вы обратите внимание и посмотрите спецификации на сайте любых производителей, можете зайти на наш сайт, посмотреть, какие струны ставятся на инструменты, то там, как правило, это 12 номер фосфор бронза, потому что большая часть инструментов идет из ситхинской ели, верхней деки. Но, хотя бывают еще исключения, бывают из красного дерева, кедра, коа и так далее. Но все это тоже вариативно, и советую самостоятельно пробовать разные производители, разные калибры, разные сплавы, и тогда у вас будет четкое представление, что будет лучше работать именно для вашего инструмента. Потому что мы по-разному извлекаем звук, мы по-разному играем. Кто-то из нас использует медиатор, кто-то использует только пальцы. Это дает абсолютно разные оттенки звука. И что будет лучше работать в вашем случае, решать, естественно, только вам. Поэтому советую пробовать абсолютно разное, и вы точно найдете решение именно для вашего инструмента. Итак, начнем менять струны. Я обычно начинаю сразу с первой струны. И тут сразу самый важный момент, как правильно подавать струну в подставку, как правильно ее там фиксировать. Это очень важный момент, от которого в дальнейшем будет зависеть, как быстро инструмент будет расстраиваться, либо он не будет расстраиваться, как быстро будет вытягиваться струна, либо не будет вытягиваться. Это очень важный момент. Эти лайфхаки придумал не я, я их тоже подсмотрел и сейчас покажу вам, как это делать. Я это пробовал уже очень много раз и проверял это своим опытным путем, и это очень классно работает. Поэтому советую вам тоже обязательно попробовать делать таким образом. Смотрите, что мы делаем. Первая струна. На конце струны есть специальная катушка, на которую уже, собственно, намотана струна. Как правило, она имеет отверстие, либо может не иметь, но барабанщик мы заправляем в отверстие не боком, а вот таким образом, когда струна намотана сверху. То есть вот таким образом мы вставляем его в отверстие в подставке. И дальше сразу же мы берем пин и заправляем этим пином струну внутрь инструмента. Вот таким образом. Надеюсь, что на видео вам видно. И при этом мы струну чуть-чуть вытягиваем сюда, а пин заправляем внутрь. У нас получается вот такая история. Дальше я делаю то же самое сразу же со всеми струнами. Просто это удобнее, чтобы нам не тратить время вставить одну струну, потом начать манипуляции уже на голове грифа. Я обычно сразу заправляю все струны. Просто это экономит времени. Особенно, если у вас много инструментов. Поэтому в магазине мы именно делаем так, потому что это экономит время и силы, соответственно, тоже. Опять же, вот таким образом загоняем в подставку этот шарик со струной. И заправляем сразу же внутрь пин. Струну вытягиваем вверх, пин, соответственно, до упора. Сильно его туда вдавливать очень не нужно, прикладывать какие-то нереальные усилия, потому что это может повредить инструменту. Но он должен уже плотно туда встать. Бывает еще такая история, что на старых инструментах, чаще всего это бывает на недорогих инструментах, то что пин вообще практически и там не держится в подставке. В таком случае лучше взять новые пины и попробовать его поместить. Если он оттуда вываливается, то лучше всего, конечно, отнести инструмент в мастерскую, потому что это проблема. Это будет в дальнейшем влиять на то, как будет держать строй инструмент. Как правило, на недорогих инструментах подставки делаются не из ценных пород дерева, а из, соответственно, не ценных и более мягких. Поэтому пины там могут держаться неплотно. Либо это может быть старая подставка, которая уже очень много-много лет, если инструмент, она тоже там уже может быть все разболтана. Но это неправильно, потому что это будет негативно влиять на то, как инструмент будет держать строй. Делаем все дальше то же самое со всеми остальными струнами. Прямо идем по порядку. Первая, вторая, третья. Заправляем следующую струну. Пин вниз, струну наверх. Вкладываем их в стороны. Четвертая струна таким же абсолютно методом. И в сторонку. Потому что если не протолкнуть струну, не вытягивать струну наверх, она, когда проходит внутрь подставки, мы вставляем сразу пины и не протягиваем ее. Когда мы начнем настраивать инструмент, струну начнет вытягивать наверх. Из-за этого мы просто будем дольше настраивать гитару. Она дольше будет вытягиваться. В какой-то момент она может проскакивать наверх. И будут появляться неприятные ощущения. Мы можем даже подумать, что она лопнула. Но это не так. Все будет резко протягивать. Чтобы этого не происходило, чтобы все это происходило более плавно, мы сразу струну вытягиваем. И она встает сразу на свое место. И меньше будет в дальнейшем расстраиваться. То есть это самый правильный способ, на мой личный взгляд. Я это тестировал, и на мой взгляд это работает. Заправляем шестую струну. Все. Потом переносим. Я обычно делаю таким образом. Весь набор струн я сразу перекладываю на другую сторону. И дальше начинаем с первой струны. И дальше будет очень важный момент, как правильно накручивать струну на шток. Итак, дальше мы уже начинаем накручивать струны на шток. Прежде чем это сделать, я обычно делаю такую штуку. Все положения колков и входных отверстий для струны я ставлю в определенное положение, чтобы мне было сразу удобно запускать в них все струны. Чтобы мне каждый раз искать это отверстие. Я сразу обычно делаю это таким образом. Сразу подкручиваю, чтобы отверстие у меня под струну было вот в таком положении. Для каждой струны здесь и для каждой струны вот так. Вот таким образом. То есть для этих трех. Вот так у нас будет входное отверстие. И для каждой этой струны, соответственно, таким образом. Я его сразу выставляю, чтобы потом не тратить на это время. То есть я стараюсь сделать одну и ту же операцию для каждой струны сразу. Это просто экономит время. Все. Входные отверстия под каждую струну у нас под нужным углом. Мне теперь не нужно будет на это тратить время. И дальше очень важный момент. Начинаю я обычно сразу тоже с первой струны. Иду по порядку. Запускаем струну в шток. Пропускаем ее через вот это ушко. Обычно я делаю следующий момент. Не нужно накручивать. Вот часто я вижу такую распространенную ошибку, когда на шток накручивается очень большое количество витков. Это не совсем удобно и правильно. Потому что когда на штоке слишком много витков, когда они идут друг на друга. Во-первых, некоторые мастера даже считают, что из этого ухудшается даже звук. Но это уже такая что-то из области фантастики. Но это тоже может быть на самом-то деле. И в принципе вы просто тратите время на ненужные операции. Поэтому для первой и второй струны, как правило, можно сделать 4 витка. Этого будет достаточно. Для третьей тоже можно сделать 4. Для остальных будет достаточно по 3 витка на струну. Для шестой, например, будет достаточно сделать всего лишь 2. Потому что там струна очень толстая. И она идёт с обмоткой. Поэтому шанс того, что она будет вытаскиваться, как-то обратно вытягиваться, гораздо меньше. Чаще всего больше уплывает первая струна, потому что она самая тонкая. Поэтому я сразу делаю запас необходимый. Как это сделать? Очень просто. Я беру таким образом струну. Немножко её натягиваю. И когда я мизинцем натягиваю струну, вот до такого положения. Это всё, что мне нужно, чтобы сделать все витки. То есть вот у вас струна пропущенная. Я упираюсь пальцем сюда, к штоку. И мизинчик оттягиваю чуть-чуть сюда, чтобы струна вот здесь у меня, чтобы здесь у меня получилось небольшое такое натяжение. Вот здесь всё, она натянута. Я знаю, что вот этой длины мне будет абсолютно достаточно для первой струны. Вот таким образом. Чуть-чуть даю натяжение, чтобы она здесь не сильно провисала. Я себя трогаю мизинцем, всё, она уже натянута. Этого достаточно. И дальше идёт самый такой интересный момент. Мы делаем на штоке специальный замок, который будет фиксировать струну и предотвращать её дальнейшее проскальзывание обратно. Гитара будет меньше расстраиваться, меньше будет струна вытягиваться. И мы будем в дальнейшем иметь более стабильный и точный строй. Как это сделать? Мы взяли наш запас. Далее мы берём оставшийся хвост струны, вот эту часть струны, которая у нас вышла из штока. И мы пропускаем её через внутреннюю часть. Мы её ведём вот сюда, то есть не туда, а вот сюда, внутрь. И мы её пропускаем под вот этой струной, которая у нас здесь натянута, прямо под самым низом. Вот такое положение получается. Мы её пропустили под струной. Вот таким образом. То есть снаружи мы её завели внутрь, под струну. И далее из этого положения мы её прокидываем над струной. То есть вот таким образом. Вот таким образом у нас мы её провели под. И теперь накидываем сверху. И заводим назад вот сюда. Вот таким образом получается у нас струна. И далее что мы делаем? Я обычно даже беру рукой и вот так вот её фиксирую. Даю небольшое натяжение, потому что у нас нет ни крутилочек, ничего. И начинаем накручивать струну, шток вот в этом положении. То есть не в ту сторону, а в эту сторону. Сейчас я объясню, почему мы делаем именно, накручиваем сторону именно в эту сторону, а не в другую. Потому что зачастую допускают ошибку и накручивают струны в другую сторону. Я сейчас объясню, почему это некорректно, почему это неправильно. Очень важный момент, чтобы струна, следующие витки ложились один ниже другого. То есть по штоку они распределялись всё ниже и ниже. Чтобы струна у нас в итоге при намотке уходила вниз, а не вверх. Поэтому каждый виток должен располагаться один под другим. Это тоже очень важный момент. Даем натяжение. Поначалу не нужно накручивать струну сильно. Главное, чтобы она просто уже имела небольшое натяжение. Для чего мы накручиваем струну именно вот сюда это делается? Потому что струна правильно должна накручиваться на шток из внутренней части, а не снаружи. Потому что, во-первых, она специально рассчитана таким образом. Отверстия на струнах ставятся таким образом под колки, чтобы струна накручилась именно изнутри, наружу. То есть каждая струна, каждый виток ложится вот таким образом. Первые струны, соответственно, у нас кладутся вот так. Вот эти три струны в зеркальном отражении. Это очень важно. Потому что если у нас одна струна будет накручена здесь, а другая будет накручена сюда, то она будет задевать и тереться об соседний шток. Это тоже будет неправильно. Это тоже может повлиять на строй. Струна может начать проскальзывать. Здесь угол будет неправильный. И, в общем, это будет некорректно. Поэтому колок мы накручиваем вот в эту сторону. И, соответственно, каждый виток ложится у нас вот таким вот образом на струну. Дальше что мы делаем? Мы обкусываем вот этот хвост. Я очень часто видел, когда приносят гитары, они здесь накручены, либо все эти хвосты торчат. Это тоже неправильно. Во-первых, это может просто вас поранить элементарно. Потому что вот эти кончики маленькие, они очень незаметные, они очень острые. И это может попасть в глаз. Во-вторых, это негативно будет влиять на звук. Особенно, если вы будете записывать ваш инструмент на студии. Потому что, когда мы играем, вот это вот все колебания, струны друг от друга будут слышны, как они будут биться. Вот здесь будет стоять прям колокольный звон на записи. И это будет очень хорошо слышно. Поэтому это не нужно. И это мы сразу обрезаем нашими кусачками прямо под самый корень. Тут главное не перепутать и не откусить струну совершенно. Поэтому мы берем кусачками и обрезаем ее настолько коротко, настолько, насколько это вообще возможно. Все, струна уже никуда не денется, потому что она зажимает саму себя. Я вам сейчас покажу, как это будет происходить. Именно на более толстых струнах это будет более заметно. То же самое мы делаем с последующими струнами. Еще раз показываю вам весь этот процесс, потому что это такой достаточно важный момент. И он в дальнейшем вам очень поможет. Потому что струны я советую все-таки менять почаще. И ваш инструмент будет лучше звучать и лучше строить. Особенно, если вы все это правильно сделаете. Итак, запускаем струну в шток. Немножко. Вот такого количества струны нам будет достаточно. Я мизинцем проверяю, чтобы она здесь уже была в натяжечку. Все. Дальше я завожу струну под вот эту часть. Снаружи. Заводим ее внутрь. И пропускаем сразу же под ней. Я, как правило, завожу сюда еще чуть-чуть ее поднатягиваю. И сразу же из этого положения я ее провожу сверху. Вот таким образом. И зачастую даже вот так вот провожу, даже вот так рукой могу ее придерживать, чтобы освободить правую руку для намотки. Я стараюсь всегда вот эту струну держать в натяжении, чтобы витки как можно лучше и плотнее ложились на шток. И начинаем накручивать. Обязательно следим, чтобы последующий виток ложился друг под другом. Это тоже очень важно, чтобы он не заходил сверху. И старайтесь держать глаза подальше от струн, потому что это может быть весьма опасно. Опять же, обкусываем струну под самый корень. Потому что нам это все уже больше не нужно. Струна уже никуда не денется. Далее идет у нас последний ряд струн, второй. Здесь все происходит в зеркальном отображении. У меня, например, поначалу тоже это вводило в такой некий ступор, потому что я даже пару раз, первый раз, когда пробовал так поставить струны, у меня даже не получилось, потому что сложно так перестроиться. Сейчас покажу, как это делать, чтобы вам не путаться. Запускаем струну через шток, мизинцем. Здесь я указательно напираюсь, мизинцем даю чуть-чуть натяжения. И вот эту струну опять я запускаю снаружи внутрь. То есть не сюда завожу, а вот сюда она идет внутрь. Под струной, под этой струной она проходит прямо сразу же под ней, в это положение. И дальше я уже накидываю ее сверху на вот эту струну обратно. Затягиваю вот сюда, и сюда беру же этой рукой. Получается вот такая история. И начиная сразу же закручивать. Слежу за тем, чтобы витки, опять же, шли один под другим. Это очень важно, ребят. Обрезаем струну сразу ее под корень. И повторяем все то же самое с пятой и шестой струнами. Когда мы ставим шестую струну, очень часто происходит такое, что вот этот пин начинает вылезать. Это ничего страшного, мы просто его сажаем внутрь и протаскиваем струну вот в эту сторону назад. И мы увидим, что очень много струны выходит обратно. Сделали у нас такую процедуру и опять накручиваем наш ток струну. Проверили еще разок. Далее обкусываем оставшуюся часть. И проделываем такую операцию с каждой струной. Мы берем большим пальцем, прижимаем пин. И начинаем как бы вытаскивать оттуда струну, протаскивать, чтобы она точно встала на место. И мы увидим, сколько струны свободной у нас сразу вышло оттуда. Потому что струна там ослабилась, ушла вниз. Мы ее опять выводим на место. Протаскиваем потом ее в обратную сторону. И еще раз чуть-чуть подкручиваем. Еще раз можно даже повторить шестой. С четвертой. Большой палец сюда. Только не предлагаем каких-то слишком больших усилий. Это все должно быть не критично для инструмента. То есть совсем чуть-чуть я ее прижал. И чуть-чуть ее просто буквально легким усилием пробую вытянуть оттуда. Если она больше не идет, значит не нужно дальше этого делать. Этого достаточно. Значит струна уже там встала на место. Я чуть-чуть ее подкручиваю. То же самое с третьей струной. Здесь струна, он еще сколько тоже освободилась. И даю пару оборотов, чтобы было натяжение. То же самое с первой и второй струной. Подкручиваем. Здесь струна очень сильно ослаблена. Вы даже давление можете проверять просто рукой. Если струна настолько выходит, значит она очень сильно расслаблена. Все это были самые основные и на мой взгляд важные моменты, которые касаются установки струн. И я это проверял на практике сотни раз на своих гитарах. На гитарах, на которых мы меняем струны в нашем магазине. Это работает очень прекрасно. Советую вам попробовать вот этот метод. На мой взгляд, это самый лучший и действенный метод вообще для по замене струн. Ваша гитара будет по минимуму терять свой строй, уплывать. И когда вы ставите свежий комплект, не нужно вам будет ждать, пока струны вытянутся в течение суток. Мы сделали уже всю протяжку. Все вот эти вот наши движения были направлены на то, чтобы сразу струну поставить на место. И дальше нам нужно уже переходить к настройке гитары. Спасибо.